Заявлено 22 команды, все, как видели, уже здесь, все настроены на борьбу. Команды действительно очень сильные. Нас ожидает достаточно сильный ветер, всю регату, которого, наверное, все ждали весь Московский этот сезон. Парусный марафон в нашей стране не собирается заканчиваться. Мы в Московской области, друзья, в яхт-клубе Пирогова, меткопарусного спорта московского региона, ну и самое любимое место для многих яхтсменов, чемпионат России в классе G70. Такой состав участников, что просто, честно говоря, абсолютный валидол. Ну и я уверен, что прогноз погоды оправдает все ожидания спортсменов, потому что говорят, что будет очень сильный ветер. Ждем. Продолжение следует... Первая же гонка чемпионата, напряженнейшая борьба. Суперлидеры вывалились из борьбы, но вот Барс и Ахмат сейчас борются на финише. По-моему, Ахмат чуть впереди, Барс на второй позиции. Дальше дуэль между Поветро и Красным Октябрем и замыкает пятерку сильнейших руссотранс. И посмотрите, за моей спиной начинает подходить вот эта бяка синенькая, которая несет очень сильный ветер, ну и, конечно, осадки. Ну, для нашей команды, конечно, первая гонка задалась, мы пришли первые. В общем, сегодня провели четыре гонки. Ну и со второй гонки как-то там мы не поняли, там была заруба с другими лодками. Мы получили пенальти после старта, впоследствии еще одно получили. И, как бы, конечно, нас это чуть сбило, так скажем, с коленей. Но в итоге мы сумели прийти там в серединке флота. При таком сильном флоте, конечно, все будет в любом случае решаться последний день. Настрой боевой, мы ни в коем случае не расслабляемся. В финале второй гонки стих немножко ветер, прекратился дождь, борьба сумасшедшая. На первой позиции финишировала команда «Матрешка» Наталья Икравец, вторыми финишировал Сергей Кузнецов и Дольче Вита, Александр Михайлик, третий. На четвертой позиции «Русатранс», которые, кстати, провалились в первой гонке, пятыми они не финишировали. И за пятую строчку посыпались лодки очень быстро, борьба очень плотная. День для нас выдался непростой, и вообще, я думаю, для всех команд выдался непростой ветер. Все время изменялся, вот, был нестабильный, порывы приходили с разных сторон. Поэтому было непросто ориентироваться и, как бы, ну, наверное, сегодня лидеры были те, кто, наверное, лучше разбирались, лучше угадывали, наверное, какую-то сторону, оказались в нужное время, в нужном месте. Или в нужной стороне, потому что можно выйти в одной стороне лидером и по ходу гонки смотреться в лидерах, но потом резкое изменение ветра, которое сразу тебя откидывает назад, либо наоборот вперед. Поэтому лично для нас, ну, наверное, чуть-чуть не хватило удачи, где-то не попадали, не угадывали. Сегодня у меня вообще первый чемпионат России. Мы совсем недавно, я как рулевой выступаю, там, по-моему, год. Вот. И поэтому все, все, все новое, так скажем. На дистанции много-много сложных моментов, захода ветра. То, что у нас на Пирогово все время ветер, то с одной стороны, то с другой. Вот это было сложно. Но эмоции супер. Очень все самые лучшие тут собрались. Очень приятно присутствовать. Первый день завершился четвертой гонкой. Очень сильный плод и таблица результатов постоянно изменялась. Второй день чемпионата, по прогнозам, станет самым суровым. Температура воздуха опустится, а ветер усилится. Следите за гонками в телеграм-канале ProYachting. ProYachting.